Я хочу развестись. Миллион хочу, например, долларов в месяц. У нас есть такое понятие в юриспруденции, кабальные условия. Вопросы по отношениям. Например. Они молодые, они только начинают жить. Я хочу, чтобы муж меня целовал каждый день, уходя на работу. Когда влюблены, конечно, наверное, мы любой документ подпишем. Но если они пришли к общему знаменателю... Но об этом не говорят, это так, условно знают. До заключения брака, в течение брака или уже после того. Давай с тобой составим врачный договор. Очень интересный вопрос. Спасибо, что его задали. Всем здравствуйте. С вами я, психолог Эльвира Емельянчикова. Я практикующий психолог, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог. И сегодня у нас в гостях семейный юрист Волкова Юлия Витальевна. И тема нашей встречи – брачный договор. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Эльвира. Спасибо, что пришли к нам. И самый главный вопрос – что такое брачный договор? И чем он отличается от брачного контракта? Или это просто слова? В чем его суть? На самом деле очень интересный вопрос. Спасибо, что его задали. Ну да, давайте разберемся все-таки, что же такое брачный договор. Брачный договор – это соглашение лиц или супругов, которые регулируют имущественные права и обязанности как в браке, так и после брака. В этом, собственно, есть вся суть этого брачного договора. А брачным контрактом, на самом деле, называют… Это игра слов. Вот есть брачный договор, есть брачный контракт. Брачным контрактом называют, когда супруги хотят регулировать, да, кому что останется после брака, и также права и обязанности в браке, да, имущественные. То есть, по сути, это одно и то же. А в Семейном кодексе у нас есть терминология, что такое брачный договор. То есть, по сути, это одно и то же, просто разное название. Да, игра слов. Хорошо, тогда такой вопрос. Когда можно заключить брачный договор или брачный контракт до заключения брака, в течение брака или уже после того? Есть какие-то нормы, ограничения? Да, конечно, они есть. Брачный договор можно заключить как и до брака, так и во время брака. Но до брака, что значит до брака? Как только супруги, лица подали, да, заявление в ЗАГС о регистрации брака, с этого момента они уже могут заключать брачный договор, но вступает он в силу уже с момента регистрации брака. И точно так же, как я ранее уже сказала, сами супруги, когда они находятся в браке, они могут точно так же в любое время заключить брачный договор. После расторжения брака брачный договор уже не заключается. Там уже речь пойдет о других совершенно договорах, не брачных. Хорошо, спасибо. А какие пункты можно внести в брачный договор? Касается он только имущественных отношений или туда можно какие-то вопросы по отношениям? Например. Например. Жена говорит, я хочу, чтобы муж меня целовал каждый день, уходя на работу. Это можно внести такой пункт или это смешно? Ну, смотрите, смешно, не смешно. Может быть, кому-то и не смешно на самом деле. Это очень важно. Кому-то это очень важно. На самом деле это очень распространенные вопросы, касаются они точно так же. А можно я напишу, если супруг мне изменит, и все, имущество его и наше будет мне? Мое. Да. Достанется после развода мне? Нет. Я уже ранее говорила, что такое брачный договор. Брачный договор, он касается только имущественных прав и обязанностей. О том, кто сколько раз должен выносить мусор, кто там изменяет, не изменяет, комплименты. Это все мы в брачном договоре не указываем. Ну, как не указываем? На самом деле на бумажке вы написать можете все, что угодно. Все, что в вашей душе захочется, пожалуйста, пишите. Но, во-первых, юридической силы у этого пункта не будет. Во-вторых, брачный договор считается заключенным, когда нотариус его удостоверит. Нотариальное удостоверение должно быть. И если вы в брачном договоре напишите о пунктах, о комплиментах, о мусоре, об измене, просто-напросто брачный договор такой вам не удостоверит нотариус. А если он не удостоверит, значит он недействителен. То есть писать мы можем все, что угодно, только юридической силы это не имеет. А что касается имущественных вопросов, что туда можно внести? Можно ли внести такой пункт, что после развода муж будет содержать женщину, свою жену? Есть такие варианты? Смотрите, варианты, конечно, такие есть, но тут тоже нужно разобраться, что можно включить в брачный договор. В брачный договор мы можем включить, опять же, как я и говорила, имущественные права и обязанности. Что это такое? Можем включить порядок пользования имуществом, например, как добрачным имуществом и имуществом, которое приобретено во время брака. У нас по семейному законодательству, как многим известно, что если в браке приобретается какое-либо имущество, то после развода оно делится пополам, то есть 50% супругу, 50% супруги. В брачном же договоре мы, во-первых, можем отступить от доли, то есть мы можем сразу прописать, кому-то 60% брачного имущества достанется, а кому-то 40%. Мы можем, в принципе, отступить от деления долей, мы можем просто прописать порядок пользования, как в браке, так и после брака. Что такое порядок пользования, например, неважно, на кого записано имущество, движимое, недвижимое. Ну, на примере, наверное, лучше сказать, например, вот супруг и супруги во время брака, например, нажили дом, но после развода они не хотят заниматься дележкой имущества, и в брачном договоре они сразу прописывают, например, жена может проживать в этом доме после расторжения брака, столько-то лет, либо наоборот супруг. То есть это мы можем прописать. Можем прописать порядок пользования до брачного имущества. По законодательству, по Семейному кодексу, нам законодатель говорит о том, что все до брачного имущества, принадлежит тому супругу, кому оно и раньше принадлежало. Но в брачном договоре мы можем отступить от этого пункта и указать, например, о том, что после расторжения брака до брачного имущества может пользоваться второе лицо, например, супруга или супруга. Вот такие права и обязанности можем прописать. Например, о доходах можем прописать, что вот мы берем, например, 100% есть дохода супруга, либо у них какой-то совместный бюджет, например, 30% идет на супругу, на ее какие-то личные пользования, там 30% на мужа, и остальные 40%, например, на доходы семьи, на покупку какого-то имущества. Мы это тоже можем прописать. Вот как вы спросили, тоже можем прописать о содержании супруга или супруги и его правах и обязанностях после раздела имущества. Но тут должно не забывать, например, когда влюблены, конечно, наверное, мы любой документ подпишем, например, миллион хочу, например, долларов в месяц, супруга может сказать после раздела им, после развода, пожалуйста, подпиши. И супруг, конечно, влюблен, он подпишет. Когда идет уже дело к разводу, когда супруги уже разводятся, развелись и договор, например, остался. И что нам дает этот миллион? Например, если доходы позволяет, то, пожалуйста, если, например, не позволяет и, например, зарплата 12 тысяч и супруга, ну о каком речи может идти о миллионе? Конечно, этот пункт, он будет, может оспорить, быть в суде и уже там дальше на усмотрение суда. Да, почему не имеет, да, вот у кого-то имеет, как я сказала, тут не только по доходам еще зависит, а вот у нас есть такое понятие юриспруденция, кабальные условия, например, ну вот простым языком в договоре мы можем прописать все, что угодно, но главное, чтобы это в невыгодное положение второе лицо этот договор не ставил, чтобы не было все в одну сторону. Вот тут тоже нужно это обратить внимание, чтобы не было такого все супругу или супруги, а остальное остается вот без ничего. этот договор тоже можно будет оспорить. Хорошо, Юль, такой вопрос. Если приходят супруги, которые думают о том, что они хотят составить брачный договор, но есть какие-то опасения, есть какие-то страхи, что вы в этом случае советуете? Потому что есть такие, есть такое понятие, что вообще страх перед брачным договором и незнание о нем, да, то есть и поэтому люди не заключают договор, элементарно о нем не знают. Что бы вам посоветовали, где они могут об этом узнать, где они могут прочитать, как они могут эту тему для себя открыть? Я поняла вопрос. Смотрите, да, на самом деле брачный договор, словосочетание у нас в России еще на самом деле много кого пугает. Пугающее, да, от незнания. Да, от незнания есть такая иллюзия, что брачный договор заключают только те, кто обязательно думает о разводе, что вот если либо мне предложили брачный договор, либо я кому-то предложу брачный договор, обязательно вторая сторона подумает о какой-то неискренности возможной. На самом деле это не так. Что в таких случаях делать, что можно посоветовать, это, конечно, осведомляться. То есть вы можете пойти либо к специалисту, к юристу, да, он вам расскажет о том, что такое брачный договор. Вы можете сами в интернете почитать, набрать, там в семейном кодексе понятия прочитать. И тогда будет все понятно. Главное понять, что это такое. Когда ты понимаешь суть брачного договора, ты уже без опасений к нему относишься. Ну и сама статистика говорит сама за себя, да, то есть это нечасто заключаемый такой договор, но все-таки его заключает. Да, вот я слышала, что в России в 2020 году 100 тысяч договоров было заключено. Что по Краснодарскому краю, по Москве, есть какие-то данные? В каком вообще регионе заключают брачный договор? Смотрите, в регионах во всех заключают брачный договор, там в зависимости действительно статистика. 5% это в Краснодарском крае, 20% это в Москве. Заключают действительно все, то есть не только люди, у которых есть достаток, да, вот как мы привыкли думать, там как фильмы показывают среднего класса, да, среднего достатка тоже люди заключают. У них есть еще такая вот, что их объединяет этих людей, но на самом деле обращаются за брачным договором, к сожалению, да, вот по практике только люди уже, которые задумываются о разводе, то есть семейный кодекс, да, наш законодатель говорит о том, что вы можете и до брака заключить этот договор, вы можете до брака подумать, да, о своем будущем, о своем браке, но вот по практике почему-то приходят, именно когда уже не прямо не подают на развод, а вот уже задумываются, либо кто-то из супругов задумывается, вот почему это, наверное, к вам вопрос. Эльвира, вот вы подскажите, к вам пары, когда приходят на терапию, у них есть уже брачный договор, они думают о нем, или вот как это происходит? Бывают пары, которые задумываются о том, чтобы все-таки заключить этот брачный договор, но есть категории людей, которые почему-то думают, что заключать его нужно в том случае, когда у тебя есть что терять, а когда вот молодые люди только вступают в брак, часто так бывает, что по сути у них ничего-то и нет, нет недвижимости, нет каких-то счетов, нет бизнеса, то есть они молодые, они только начинают жить, и поэтому об этом они не задумываются. И в нашей стране практика не столь распространенная, только люди начинают узнавать об этом. Но, как вы правильно сказали, когда уже есть что терять, уже что-то нажили, и вдруг, не дай бог, случилась конфликтная ситуация, тогда, конечно, думают о том, что если бы у меня был брачный контракт, а там было бы это прописано, то теперь мы таким образом вышли из положения. Не всегда при разводе супругам кажется, что раздел происходит справедливо. Кто-то говорит, вот муж говорит, приходит на консультацию, говорит, ну как же так, я работал, я вкладывала в предприятие, она только сидела дома с ребенком, по сути она не работала, а сейчас я должен поделить и недвижимость, и предприятие пополам. Но с другой стороны, девушке тоже может быть обидно, а она в этот момент обеспечивала эмоциональную составляющую семьи, действительно была дома, готовила, занималась с детьми. Это ведь тоже работа, ее никто никак не оценил. И вот такая конфликтная ситуация часто происходит, и люди начинают задуматься о том, что если был бы договор, как-то можно бы по-другому этот вопрос решить. А как вот вы советовали бы до все-таки брака заключать брачный договор или во время, когда уже есть конфликты? Ну когда есть конфликт, уже очень сложно что-то решать. Люди обычно приходят во время конфликта, они начинают друг другу высказывать какие-то претензии, обиды, и как-то их направить, как-то сконцентрироваться сейчас уже на этом этапе, что нужно взять себя в руки, взять свой разум, сконцентрироваться на чем-то таком. Долгосрочным бывает очень-очень трудно. То есть сначала нужно урегулировать этот конфликт, успокоить супругов, а потом уже предложить им. Но я бы считала, допустим, для меня было бы уместно сразу предлагать. Но кто это будет предлагать? То есть это должны либо в семье родители подвести к этому, либо в ЗАГСе. То есть в каких учреждениях должны предлагать брачный договор? То есть это такая определенная специфика, определенная ниша, определенная часть жизни, о которой многие не задумываются. То есть вы правильно сказали, люди встречаются, влюбляются и живут чувствами. Вот на этом конфетно-букетном переводе кажется, что все идеально. И так будет всегда. То есть эти чувства, это любовь, это доверие. А когда уже утеряно доверие, тут уже начинается какой-то такой раздел. То есть включаются какие-то меркантильные соображения. Но это, к сожалению, неизбежно. Ты никуда не уйдешь, наверное. И на самом деле кризисы, они не всегда негативные. Иногда даже кризис нас развивает. То есть попадая в какую-то сложную ситуацию, люди мобилизируются и стараются решить этот вопрос, учитывая интересы всех сторон. Эльвира, вот еще, знаете, у меня бывают такие случаи, ко мне приходят клиентки, в основном женщины брачными договорами интересуются, говорят, Юля, я хочу заключить брачный договор, помогите, пожалуйста. Ну, начинаю беседовать с клиенткой, оказывается, что, ну, говорю, для чего вам нужен брачный договор? Либо для того, чтобы удержать партнера. А еще иногда бывает, я хочу развестись. Я говорю, а зачем вам? Ну, хорошо, говорю, давайте разведемся, давайте начнем процесс развода, раздела имущества. Мы начинаем это все обсуждать, и я понимаю, что на самом деле это видно, что, например, супруга, она не хочет все-таки разводиться, и уже проскальзывает такой момент. Я уже предлагаю, смотрите, если дело все-таки в имуществе, то есть вы боитесь, да, без ничего остаться, можно заключить брачный договор. И они-то, когда впервые так об этом слышат, что брачный договор, и вот спрашивают у меня, а как мне сказать супругу? На самом деле я не знаю, как об этом сказать супругу. Я юрист, я не психолог. Вот что бы вы посоветовали? Да, очень сложный вопрос, но в системной семейной терапии предусмотрена такая статья, как общение. Это вообще везде предусмотрено. То есть в любой семейной системе мы, как семейные системные терапевты, предлагаем начинать с общения. То есть если нет доверия, если страшно сказать, о чем это говорит? О том, что вообще не выстроена коммуникация между супругами. Потому что так бывает, что часто пары живут, не проговаривая вообще ничего, ходят и молчат. Потом накапливаются обиды, какие-то претензии, и наконец-таки, когда они садятся за стол переговора, тут уже не до брачного контракта, тут вообще что-то бы сказать. Поэтому мы рекомендуем проговаривать в том числе и это, и строить какие-то планы. В брачный договор можно просто взять, просто планировать что-то, в том числе и брачный договор. Точно так же, как вы планируете отпуск, точно так же, как вы планируете бюджет, можно об этом просто поговорить. Но не факт, что ваш супруг, либо ваш партнер сразу на это согласится. Нужно его заинтересовать, замотивировать, показать плюсы этого момента. Или, допустим, рассказать, что у ваших знакомых уже есть такой брачный договор, что это не страшно, что это современно, что это в любом случае может обезопасить ваш союз. Это ни в коем случае не идет на разрушение, на какой-то раздел не в вашу пользу. То есть нужно только правильно это преподнести. Ну и, соответственно, дождаться, когда ваш партнер будет в хорошем настроении, а не в какой-то ультимативной форме сказать, давай с тобой составим брачный договор. А именно дождаться того момента, когда это будет уместно сказать. Да, хорошо сказали уместно. Наверное, это будет пугать, если женщина приходит или мужчина. Все, давай, брачный договор составляем. Ну, конечно, человек, наверное, в штуке воспринимает и говорит, нет, не надо, ты меркантильная или меркантильная. Нужно объяснить, что это им вдвоем будет выгодно. Просто поговорить, да? Если так преподнести об этом. Просто поговорить. Потому что именно момент коммуникации, когда она здоровая коммуникация, то можно выстраивать отношения. И такие отношения, они более, ну что ли, они перспективны для развития, где есть общение. Общение на любую тему. Эльвира, знаете, вот у меня бывают тоже такие удивительные для меня случаи, когда супруг или супруга приходит и говорит, вот хочу развестись, но вторая сторона мне не дает развод. С моей стороны, да, я объясняю юридически, что, что значит не дает. Если вы действительно хотите развестись, то, пожалуйста, пишите заявление о разводе, подавайте в суд, платите госпошлину 150 рублей, прикладываете свидетельство о заключении брака, и всё, суд вас разведёт. И потом дальше начинаются вопросы, а вот если он или она откажется, если она не придёт в суд, я опять говорю, суд в любом случае вас разведёт. И я это всё объясняю, и удивительно, вот всё, как бы, желание разводиться почему-то пропадает. Вот как вы думаете, почему это вообще, от чего это, что это такое? Что это такое, да. Ну, смотрите, давайте представим такую вот пару, которая пришла с таким запросом, которая вот вроде декларирует о том, что мы хотим развестись, а на деле реально не доходит до ЗАГСа и не разводится. Казалось бы, ну что тут ложного, да? Всё просто. Всё просто. Приняли решение, пошли, развелись. А нет. То есть всё равно нужно прийти к юристу, проконсультироваться. Некоторые приходят к психологу, то есть на самом деле там нет истинного желания развестись. Это в каких-то случаях, как угроза, я с тобой разведусь. То есть такое вот категоричное заявление супруги или супруга в надежде на то, что он или она обратит внимание. Ага, нужно прислушаться. Тут всё серьёзно. Она хочет развестись. Она как будто бы угрожает или он угрожает, или хотя бы привлекает внимание. То есть на самом деле у меня всё очень серьёзно, наболело что-то, я угрожаю этим моментом как развод. Это бывает такой первый случай. Просто угроза, просто привлечение внимания. Хотя на самом деле там нет истинного желания развестись. А какое там желание? Просто привлечь внимание? Привлечь внимание, манипулировать. Или такая ситуация, которая назрела, уже конфликтная ситуация, и просто люди не могут договариваться. То есть нет доверия, нет проговорённости какой-то. Они садятся, начинают уже предъявлять претензии. Я с тобой разведусь. Если ты, допустим, что-то не сделаешь, или я уже приняла решение, я развожусь. Это звучит как ультиматум, но мы всегда понимаем, что это не всегда честное, не всегда хорошо продуманное решение. Иногда это просто эмоциональное заявление. Потому что если действительно человек хочет развестись, он идёт и разводится. Нет тут никакой проблемы. Это, скорее всего, назревшая кризисная ситуация, в которой пара проживает в какой-то период. То есть известно, что пары в разные периоды проживают разные кризисы. Когда мы только познакомились с одним кризисом, мы должны познакомиться с родителями, понравиться. Потом идёт кризис рождения первого ребёнка. Это очень сложный кризис. Далее ребёнка нужно социализировать. Он пошёл в первый класс. Рождение второго или третьего ребёнка. И на каждой стадии нас подстерегают так называемые капканы какие-то, сложные ситуации, из которых нужно выходить вдвоём. Если у одного есть силы, он борется. А если у второй сдаётся, он говорит, всё, я развожусь. Я как будто бы стратил. Хотя есть пары, которые приходят, один настаивает на разводе, а второй говорит, нет, уразумите моего партнёра, сделайте так, чтобы мы остались вместе. Вот юридически это невозможно, а психологически? Психологически это возможно. Это возможно путём длительной терапии. Хотя по-разному бывает. Некоторые пары проходят пять сессий, и для них это уже является терапией. Они все взвешивают минусы и плюсы и остаются вместе. И есть специальные задания, которые позволяют действительно, вы хотите развестись, либо вы хотите оставаться вместе. То есть теоретически, когда пара приходит разводиться, ко мне, допустим, как юристу, мы можем подать заявление о разводе, но судья всё равно даёт время подумать, потом решение должно вступить в законную силу. И теоретически параллельно, когда уже заявление подано, мы всё равно можем обратиться к психологу, найти сессии, там пять сессий будет достаточно, чтобы решить, например, какую-нибудь проблему, а потом, если что, супруг или супруга могут забрать это заявление о разводе. То есть получается так, да? Получается так. Вы удивитесь, но бывают пары, которые приходят, уже находясь в разводе, есть такие случаи, они всё равно приходят на терапию, хотят улучшить отношения. Почему? Потому что у них есть общая реальность. В первую очередь это ребёнок. Есть ребёнок, и нужно выстраивать коммуникации, как общаться, допустим, какую школу выбрать, каких преподавателей, что можно, что нельзя, врачи, передвижения. То есть всё равно нужно договариваться. Во время брака они не успели это сделать, сейчас они приходят, давайте помирите нас, чтобы мы хотя бы по этому вопросу общались. Когда остыли, наверное, да? Когда уже остыли. Уже не общаются какое-то время. Или решили, что им лучше проживать отдельно, потому что совместно это невозможно, то есть эмоции зашкаливают, они не справляются, и они выбирают так называемый гостевой брак. И тем не менее остаются пары. Да, есть такие случаи. Спасибо. 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 Спасибо.